Друзья, мы в питомнике Железовых. Вот он, питомник. А там сидит Сергей, который занимается прививкой. Вот, вчера я должен был привезти сюда гостей с Абакана, которые у нас должны были не то, что купить саженцы, еще рановато, потому что земля еще только начала оттаивать, а просто попросились походить по саду. Я дал согласие с условием, что я сниму фильм. И познакомлюсь с Сергеем, потому что от саженцев чуть позже они не откажутся. Но дело в том, вчера я не сдержал слова, они хотели ехать, а мне надо было везти людей на кладбище, в жизни все бывает. А сегодня понедельник. Сергей есть, зато их нет. Кстати, вот он я, видите, зеленая краска, это мое. Это я ладу омолаживаю. Обратите внимание на некоторые детали. Вы думаете, зря вот эта страшнейшая рана? Ну, вы же догадались. Прививку сделала, но не пошла. Зато искалечил дерево. Это то же самое, что если бы я просто бы так же сделал обрезку, и был бы такой же результат. Поэтому я противник обрезки, ради обрезки. Ну, а так как мне приходится, это прекрасный сорт лада, приходится обрезать, вот они ветки, только для того, чтобы на следующий год он выбросил побеги, я мог их вам продать. Или чтобы Сергей использовал для прививки. Вот. Везде, где вы будете белые пятна на деревьях, это есть седые обрезки. Результат сейчас упадете, дикий. Вот это все надо будет сжечь. Вот это все. Почему? Целые деревья выпилили. Даже молодые достаточно. Но уже густо переросли все возможности. И мешают друг другу. Стояли мы долго возле вот этого дерева. Почему? Вот. Это так жалко, да, к милбу. Она не столько яблок была. А кто ее уронил? Это дело в том, что прививка на корневой отводок. Как правило, они, эти корневые отводки, берут и помогают нам. Потому что они морозостойкие, они из тайги, готовые саженцы. Но редко-редко, но все-таки не выдерживает корни. И вот урожаем ее нагнуло. Походили, посоветовались. Жалко. Оставим. Ну, подрезали. Немножко. Вот так выглядит моя слива, которую я привез в 2000 году. То есть ей 21 год. Шикарнейшая слива под названием Сорочинская. Но перестала давать побеги. Вот что Сергей с ней сделал. Белые пятна говорят о том, что это он резал, не я. Чтобы вернулась молодость. Чтобы опять были мощные, роскошные сливы венгерки. Тут по саду можно ходить бесконечно. Вот он, моя гордость. Лично привез. Заплатил как за культурную. Но это жардель. Черенки привез с Украины. Вот он. Видите, две почки, как привел, так и есть. Почему не разломилось до сих пор? 23 ведра. Вот. Третье место держит. Вот, кстати, вот это вот поменьше в три раза. Держит второе место. Артем 2. 25 ведер. Ну, а мой этот самый рекордсменный патриарх. Уже я всем надоел с ним. Видите, я ничего не делал. Казалось бы, хана. Ничего не делаю. Вот. Никогда к деревне не подхожу. Они мне платят тем же. Впервые в этом году я срезал веточки на... Не для прививки. Вот мы выращиваем с косточек. А вам, чтобы несколько человек купило. Хотят иметь жардель, потому что это юг Украины. И они не боятся сырости вообще. Это рекордсмен не только по... Среди жарделей по этому самому... По урожайности. Но это еще и рекордсмен по сопротивлению сырости. Вот. Кстати, вот побег, да. Это от его косточки вылезло. Синяя ленточка, значит, Синяя Александровна Савинчу везет в Абакан. А вообще-таки, и садил я на холм, и, надеюсь, его видно. Отсюда здоровье дерево. Помирать не собирается. И, если морозы не убьют, цветочные почки урожая будет уже за 30 сегодня. Это мое предположение. Вот. Ну, а сейчас идем знакомиться с Сергеем. Так. Где-то... Видите, тут вот про эти вот такие вот пни. Вот это была груша, которая тут вообще ни при чем. Видите, абрикосовый сад, да? Абрикосовый кусочек сада. Пришлось все-таки убрать ее. Хотя давало урожай. У меня есть фотография. Уссулийская дикая груша. А вот это вот, видите? Это говорит о том, что никогда. Это моя работа. Но мы не жалели, знали, что убирать будем. А перед этим мы отрезали вот так вот. И всегда, когда говорят, отростки эти отрезайте, слава этому... Как он называется? Темирязевскому... Темирязевскому академии. Столько глупостей. Придумали 9 видов веток, которые надо уничтожить. Вот одни из них. Всегда, когда мы это делаем, сюда проникает мороз. И... А за ним грибы. Вот. Потом еще сфотографирую, еще буду мордой тыкать, тыкать, тыкать. Не понимаете, не лезьте. А здесь получилось так. Это Бог меня шептал. Убирай эту грушу, убирай. Она все равно обречена. Вот. Даже вот эти вот расти не хотят. Видите? Вот. 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 Старые мощные деревья. От 20 до 30 лет. А вот парочка подростков так и сидят. Видите, синие ленточки. Не жалко убирать. Лена сам она уберет. Заберет. Вот. Теперь. А уж эта точно была обречена. Ну что, идем знакомиться. А то тут когда-то бывало, только настроишься, а у меня уже зарядка почему-то кончается. Так. Очередной фильм. Так. Гражданин железа. Или так, точнее, агроном железа. Я вам задам пару вопросов. Вот. Они провокационные. Выпускники Актиберельской академики, они же кандидаты наук, громко сказали. Вегетативной гибридзации не существует. А ты же в той же программе. Ты агроном. Давай деликатней. Так, все, продолжай не надо, потому что у меня кончится зарядка. Это совсем длинная тема. Так, погоди, погоди, людям думаешь, это надо, вот что им надо. Чего, такой толстый сможешь привить? Да еще толще, могу вот такой. Вот такой могу привить. И это будет утолочная полировка? Да, утолочная полировка. Слушай, и когда я назвал наглый, у тебя лучший привальщик России, у тебя это не это, ты от скромности не умрешь? Я не могу сказать, скромный человек может и не умрешь. Не умрешь от скромности? Нет. Ладно, следующий вопрос. За одним пусть смотрят, что мы делаем. Так, Андрей, что делаешь ты? Приматываю. Ой, какие толстые. Да. Ничего себе. Две ленточки? Да. Две ленточки приходится, да? Ага. Ага. Да. Вот это серьезная работа. Ладно, понятно. Так, в этом году мы еще не съели. Не, я там это, у меня там две бутылки нашел, одна съедена. Это птицы высыпали, сороки. Птицы? Да. Они берут, поднимают и высыпают прямо. Ну, сороки они по уму нам не уступают, это всем известно. Вот. Так что это, я 600 рубриков выкинул. Как ты думаешь? Или еще ждем? Мало вероятного, уже как бы скоро. Ага. Естественно. В Европе выпал снег, значит в это самое минусинске все завалено снегом, от нас до минусинка, а нас так чуть-чуть попугало. Ладно, сейчас следующий вопрос, очень важный. Смотри, я показал сколько мы наваляли этих самых с тобой. Ага. Вот. Веточки были сухие. На более взрослых деревьев, которым от 10 лет, ну и на маточных, конечно же. А, ну маточных, нет, понятно. Мы беспощадно калечим зимой. Еще. Ну и естественный процесс, то есть деревья стареют, бывает не возревают. У нас еще плюс загущенная посадка. А там пятилетний сад у нас, там шестилетний? Ну вот их нету. Вот тоже молодые. Ты знаешь, как мне было? То есть обрезка сделала. А, вот это Фаина показываешь. Ага. Слушай, это момент истины. Четыре Фаины у нас, потомки. И еще плюс тут шесть, да? Вот. Тут да, четыре или пять. А если они все будут разные, значит, у них такие наградации сущие, сухие. А это больная тема. Ну, ты знаешь, как они со мной. Жалуюсь тебе. Ты же из них. А? Нет, у меня свое мнение по этому поводу. А почему? Ты должен был это. Сходя. Они же как говорят? И своего опыта, и вашего троси. Ну, ладно. Все иначе. Это долго. Длинная тема. Не, ну ни хрена. Я не знал, что ты уже на такие перешел. А зато какие вырастают, да? Двухметровые. Красавцы. Тут где-то есть. Мы вот привали в следующих рядах. То есть. Что, не хочешь показать или тебе некуда? Ну, сейчас быстренько. Однолетки. Ну, вот, допустим, здесь перешагнем. Если вот. Так ты же за все лето, я все ругал тебя. Не, не, не. Ты не поливаешь. Ёлки-палки. Так вот. Это я уже не тебе, а тем, кто меня слышит и видит, говорю. Когда я такие, привал, вырастали. Твой рост двухметровый. Руку. Руку. Подними руку. Вот. И 20-30 скелетных веток. Это когда такие. Но это целое искусство. А вот с таких вот, вот с таких, да? Уже такие не вырастают все-таки. Пусть даже вроде бы все одинаково. Но и от толщины подвойной ветки зависит. Та ветка мощнее и потом что мощнее. Так, ну что, показываю твою работу. А почему ты не продал вот это все осенью? Это яблони, да? Яблони, абрикосики попадаются. Фаина, ё-моё. Небольшие, как бы самые. Самые большие уходят в первую очередь, остальное. А это тот же принцип. Мне бы побольше и потолще, да? Удлиннее. Ну, часть они уже проданы. Ладно, а что ты вот здесь привел? У тебя что-то, по-моему, жердели были или нет? Я первые привел, да, жердели были. Вот эти, на них персики привел. Во! Вот тут приживаем, если будет то, что надо. А эти жердели так и не купят? Нет, они уже куплены. Серьезно? Отправят туда поцелку? Год назад была полная безнадёга. Да. Так, ладно, пойду по саду бродить. Короче, привать ты их уже научил. Ты показал косой срез. Так. Может, ещё покажешь эту. Как, расщеп делаешь? Так, ты сейчас примерился. А то, знаешь, как мне говорят? Здравствуйте, Юрий Константинович. Пожалуйста, научите привать. Я им говорю, у меня есть диск 300 рублей. Нет, диск не надо. Вот так. Да. Ну вот. Ну вот. Примерно вот я примеряюсь, чтобы он совпадал. Не, ну такие толстые. По длине, то есть. Такие толстые, да. Нож покажи, а то меня всё спрашивает. Тот самый немецкий, Зелинген. Моя гордость, теперь твоя. Так. Да, такой проблематичный. Я искал, хотел запасной купить, но нигде не купил. Слушай, можно я вот эту выдерну, покажу и всё? Ну да, можно, можно. Вот. Смотрим. Вот она сбоку. Всё-таки новичков хватает у меня. Вот она, прививка. Называется лучная каплировка. Вот здесь расщеп. Причём здесь нельзя делать вырез, как эти. Кто ни разу не привал, а учат. Вот здесь делают вырез. Треугольный. А надо делать расщеп. Вот он. Покажи, покажи тот. Вот он расщеп, вот он расщеп. Вот, вставляется расщеп в расщеп. Заматывается. И я это говорю, это надо ещё иметь ловкость рук. Вот. И звание лучшего прививальщика может перейти к вам, друзья. Если вы освоите вот такие вот толщины прививки. Вот. Потому что они дают такие побеги. И это... Слушай, я тогда фильм-то снял. У тебя это... Все в горшках до единой цвели. Выкопленная продажа. Все цвели. Фотографию не сделал. Фильм есть. За один год. Фотографию только не сделал. Жалко. Ладно. Так. Некогда мне с вами лясы тащить. Вот это вот до инфаркта может довести пень. Вот этот. Это значит, что ради того земли нам не дали больше. Здесь земля. Вот этот товарищ предлагал почему? По 50 тысяч. Сотка, да? Помнишь? Да потом еще и раздумал. На берегу продавали 11 соток за миллион... Это... Без ничего. Голое поле. 11 соток за миллион сто. Вот. А здесь же рядом земля вся пропадает. Зарастает лесом. Не дают. Вот. Такое впечатление, что мы это... Это даже политика начнется. Потом политика. Вот. Теперь там березы растут. Где мы пытались торговаться, но сказали 50 тысяч сотка не уступим. Так. Ладно. Идем дальше. Вот эти саженцы. Так, Сережа. Я постараюсь, чтобы быстрее этот фильм вышел. Итак. Прошлогоднее. Да или нет. Или пошел нафиг. Три варианта ответа. Да. Первое. Саженец за... Первое. Вот такой вот. Показываю специально. Вот я найду двухлетку, да? Двухлетнюю я была. Вот. Двухлетнюю я была. Разоришься. Ну это же крово-красный апорт. Я понимаю, но он перерастет и потом его куда-нибудь. А, ну да. Это... Ладно, короче. С 1200 один. Два. Две четыреста. А три всего три тысячи. Нет. Три тысяча восемьсот получается. Тысяча восемьсот плюс пересылка, если нет. Ладно, короче говоря, сам принцип такой. Чем больше купят, тем дешевле. Угу. Ну в том году мне понравилось твое это. 1200, 1200. Потом три по двести. Получается за пять штук по шестьсот рублей в среднем. Три тысячи. Ну да. Если кто-то это услышит. Ну так есть. Ну в общем, чтобы было проще для подсчетов. И люди не спрашивают. Шестьсот рублей. То есть от трех саженцев за заказ яблони, груши. Ты еще получается скинул? Да. Шестьсот рублей. Один саженец. О трех. Да я удавился бы. Ну так удавишься, потом вообще придется выкидывать. Ну понятно, я понял. Давай пока. Вот мы не зря походили, я думаю. Вот двухлетка. Ну а это еще выше моего роста, выше моей руки. Но это еще не крупный. А, горшок еще не дает расти. Горшок не дает. Так, сколько там осталось? Я могу еще десять минут ходить, а потом отключиться сам. Вот. Ну что тут смотреть. Вот эти вот, бывший питомник. Так называемый, кочущий питомник. Получилось как? Иногда не успевали вовремя продать. Превращали в маточный сад. Вот он. Видите? С него взяты черенки на прививку. Обрезка такая, что обрастет еще сильнее. Так. И вот здесь тоже было все как здесь. Но эта часть стала уже маточным садом. То есть питомник. Через пару лет превращается в маточный сад. Остаются вот эти прекрасные деревья. И рекомендую именно этот способ. Я его назвал кочующий питомник. Вон туда он переехал. Сейчас еще подойдем. Пусть через забор посмотрим. Вот. А ты тут срубил абрикос, который понравился Валерии, дочке? Ничего не срубал еще. А еще не срубил? Ну она-то это, на нее глаз положила. Может оставишь? Там без вариантов. Я сейчас покажу, за что тебе должны были бы съехаться сюда. Все садоводы-любители страны и морду набить. Вот это вот пенек. Да? Вот. Здесь рос прекрасный абрикос. Посмотрите на качество. Сколько им было? Года четыре? Четыре-пять где-то. Вот. Посмотрите теперь. Никаких следов. Ни подмерзаний. Ничего. То, что вы видите, да? Вот это. Это тоже интересно для изучения. Вы видите годовое кольцо, которое пожелтело. Это был тот самый длинный сорок-градусный мороз. Выжило. Опять обросло этим самым древесиной камбием. И жить бы ему еще сто лет. Вот. Но показываю. Вот видите, куда они кольются. Он уже закрыл свои тени. Вот это вот. Теперь мы, имея один прекрасный абрикос, не дали расти вот этому вот всему. Тень получилась. Отсюда тень. И отсюда тень. И он ради того, чтобы заработать лишний рубль, пожертвовал таким деревом, чтобы даже... Ну, в общем, в институтах вы их не найдете. Это у меня уже, как сказать, наболевшие. Показать вам еще десяток таких пеней? И все потому, что в стране для лучшего питомниковода Железова Сергея Валерьевича нету места. Погадать? Смотрите. Вот. Видите, рядом уродцы растут? Потому что не хватило им этого. Смотрите. Вот. Кормить Железова никто не собирается. Есть такое, знаете. Вот. А там крутись, как хочешь. Вот. Даже пистолета не дают, чтобы крутиться. Выживай, как хочешь. Магазин открыл. Железова младшая. Разве теперь будет серьезная работа? А что ты тут привел? Вот тут. Слива, да? Слива, да? А, тут у тебя слива была. На месте привал, да? Есть там слива, да? На месте привал. Ага. У меня долбят с персиками, а у тебя их нет. Осенью будет много. Это осенью. Ой, нам бы с тобой дожить. Так. Видите? Вот это и есть современная технология. Часть того, что я называю новое садоводство Железова. Злоба. Лютая. На основных сайтах. Или там, как они, страницы, каналы. Вот. Лютая злоба. Поднялась какая-то дикая пропаганда. Против чего? Я вот понять не могу. Вот. Можем меня ненавидеть. 25 рублей кошка стоит. Вот. Правда, из нее потом получаются деревья, которые дают в конечном итоге сотни ведер. Сотни. Начинаются с 25 рублей кошки, а со скидками еще дешевле. Откуда эта злоба? Я поэтому уже не выдержал. Пошел, показал то, что есть. Видите? Вон он, герой дня. Вот. Если бы я был бы министром образования, он бы возглавил институт ректором. Я ему уже 130, он не такой уж юноша. Вот. Если бы я был бы этим самым главным, ой, что было бы, миллион бы книг издали бы моих. Вот. Все наши саженцы переехали бы в ту темирязевку. Ведь ее закроют. Вот. Зачем темирязевцы на меня напали? Ведь не я же первый начал. Какой-то идиот сказал, что уже ли завонят абрикосов. И тут же дружно, ура, аплодисменты. Да это самое, да это... Вот. И в этой темиризации нет, ничего нет. А мы вместо того, чтобы землю бы нам дали бы, мы бы это не стали бы калечить. Мы бы не стали трогать это все. Видите, что мы натворили? Видите? Смотрите, это в отчаянии. Я просто не выдержал, чтобы как-то успокоить нервы. Посмотрите. Вот. Что мы делаем? Мы калечим. Все говорят, железо сам калечит, другим не разрешает. Ругает, обещает руки оторвать. Вот. Это маточный сад. Не путайте с просто садом. Вот деревья, которые мы не подходили с этим. Не подходили с секаторами. Вот. Посмотрите, что натворили мы. Здесь, если Сергей сказал, он говорит, а сказать честно, что сухие попадаются? Я говорю, конечно. Вот они сухие. Нижний ярус. Это надо знать. Это физиология дерева. Вот она сухая. Она будет сухая. Ее время пришло отсохнуть. Но ты не знаешь, что дерево надо калечить. Умники бы сказали, что ты железо с ума сошел? Это что за пеньки? Режь вот так вот. Оставляй страшные раны. Дерево спасибо скажет. Давно бы мертвое было бы. Эти абрикосы не виданные вообще. Ни в одном институте даже поменять того нет. Вот. А знаете почему? Каждый абрикос в этом саду, личность, он один. Он один. Уже потом, что его другое, третий, черты. Да не зря Фаину вспомнил. Каждая Фаина как заплодоносит другое дерево. Вот. Я понял. Я понял причину, откуда берутся гибриды. Почему они берутся именно здесь, никто никогда не видел в научных садах. Об этом поговорим в другой раз. Конечно не набегу. Вот. Ой, жалко. Сердце заболело. Все, друзья мои, давайте пока.